Армения Лору Борчалы Один из девяти махалов Карабахского бейлербекства Сефевитского государства, также называют Тах Борчалы, так как он занимает горную часть на юге. После оккупации Борчалы России 12 сентября 1801 года в составе грузинской губернии была образована Борчалинская дистанция. В 1880 году в составе Тифлийской губернии был образован Борчалинский уезд, а его самой большой частью стал Лору. В исторических источниках написано о существовании на этой территории города Лору, который был разрушен монголами в 1236 году, затем восстановлен в 14-15 веках, а в 15-18 веках подвергся нападению иранских и османских войск. В 1918 году вооруженные силы армянского Дашнакского правительства, внезапно атаковав, оккупировали территорию Лоруского махала. На состоявшейся в январе 1919 года в Тифлисе армяно-грузинской конференции Борчалинский уезд, а фактически Лорусская часть, была объявлена нейтральной зоной. В сентябре 1920 года грузинское правительство, обеспокоенное оккупацией Гюмри турецкими войсками, взяло под свой контроль нейтральную зону Лору. В 1921 году между большевистскими правительствами Грузии и Армении было достигнуто соглашение о передаче Лору Армении. 22 декабря 1922 года Воронцовский регион также включался в состав Лору-Памбакского уезда Армении. Таким образом, в административном делении Армении Лорусский махал отражен в виде четырех районов – Барана, Аллахверды, Чалалуглу и Воронцовка. В Лорусском махале существовало девять сел. Лору махалу – это девять сел. Ильмезли, Кызылшафек, Эвли, Союхбулах, Кызылдаш, Карагала, Карайса, Темирчилер и Сарьян. Одним из самых интересных фактов истории Лорусского махала является существование здесь древней тюркской крепости Лору. Однако эта крепость была разрушена монголами в 1236 году, затем заново восстановлена в 14-15 веках, а в 15-18 веках подверглась опустошительным нападениям иранских и османских войск. Именно с этим краем связан и начальный период беженства азербайджанских тюрков с территории нынешней Армении, так как эта история начинается с момента аннексирования России в 1801 году в Восточной Грузии, в результате чего Шамшадзинские и Лорупомбарские регионы перешли к России. Весной 1804 года 2000 армян, бежавших с территории Иребанского ханства, были поселены в Лорупомбарском регионе под российским покровительством. Позднее Лорусский махал существовал в виде одной из самых крупных частей среди Лорусского, Борчалинского, Триолесского, Екатериненфельского частей Борчалинского уезда Тифлинской губернии. Однако после советизации этого региона Лорусский махал был подарен армянской СССР, созданный на исконных землях Азербайджана. Название Лорусского махала в советский период до 90-х годов прошлого века несколько раз менялось, а территория делилась между четырьмя районами. Аллах-Верды, затем Туманянский, Джалалоглу, затем Степанованский, Барана, затем Ноембриянский, Воронцовка, затем Калининский, а ныне Ташир. В настоящее время армяне называют Лорусский махал Лори или Тавуш. Таким образом, в связи с проводимой со стороны России политики оккупации Кавказа в течение последних 200 лет, Лорусский махал, как и другие регионы Западного Азербайджана, стал объектом враждебных действий против нашего народа со стороны изгоев этнической общности, то есть армян-хаев. Но времена меняются. Наша цель – раскрыть историческую правду, восстановить справедливость и вернуться на наши исторические земли. Это время возвращения не за горами.